Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео! Сегодня я вам покажу, как в домашних условиях сделать очень простую, но очень эффективную антивозрастную подтягивающую маску. Маска имеет двойное воздействие. Маска хорошо питает кожу, хорошо увлажняет кожу. Дополнительно эта маска дает и очень эффективное очищающее воздействие. В момент смывания этой маски, ваша кожа получит очень глубокое очищение. Даже если ваша кожа пересушена, либо комбинированная, то эта маска хорошо очищает и увлажнит, пропитает дряблую увядающую кожу. Маска подходит для всех типов кожи. Идеальное воздействие эта маска оказывает также на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Эту маску можно нанести на кожу вокруг глаз. Дополнительное питание и омолаживающее воздействие эта маска оказывает на дряблую увядающую кожу. Маска убирает морщины, хорошо увлажняет кожу. Дополнительно эта маска очень хорошо очищает верхний эпидермис кожи. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся очень простые ингредиенты. Как вы успели заметить, в состав сегодняшней маски входят яйца. Но обязательно соблюдайте порядок приготовления этой маски. Иначе маска может не получиться. И первым ингредиентом для сегодняшней маски нам понадобится крахмал. Крахмал это наилучший компонент натуральный, который хорошо уплотняет кожу. Воздействует положительно на зрелую увядающую кожу. Использовать можно как крахмал кукурузный, так и картофельный. Большой разницы нет в том, какой крахмал вы будете использовать. Нужно взять 1 столовую ложку крахмала. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится мыльный компонент. Можно использовать как обычное мыло. Мыло можно взять оливковое, либо детское. Натереть его на очень мелкой терке. Нам понадобится 2 столовые ложки мыльного порошка, разведенные водой. Подержите этот состав на водяной бане, либо на очень медленном огне. Доведите до кипения, так чтобы однородная масса получилась. Также для этой маски хорошо подойдет и обычная пена для умывания. Можно использовать любую пену, которой вы пользуетесь для умывания кожи. Для этой маски также подойдет и простая пенка для бритья. Возьмите 2 столовые ложки мыльного компонента. Мыло хорошо очищает, хорошо смягчает, убирает верхний ороговевший слой клеток. В момент приготовления масок, в состав которых входит размягченное, разбавленное мыло, и когда эта маска будет подсыхать, мыльный компонент будет давать хороший подтягивающий лифтинг эффект. После добавления мыльного ингредиента, очень хорошо вбейте этот компонент в крахмал. В момент приготовления домашних масок, не торопитесь и тщательно смешивайте все ингредиенты. От этого будет зависеть качество самой маски и тот эффект, который эта маска будет оказывать на вашу кожу. После того, как вбили мыльный ингредиент, нужно приступить к следующему этапу приготовления этой маски. Нужно взять обычное яйцо, отделить желток от белка и в сегодняшней маске использовать желток. Не переживайте, белок идеально подойдет для маски, которую мы с вами приготовим завтра. Аккуратно отделите белок от желтка. Белок можно хранить в закрытом виде до 5 дней в холодильнике и использовать для приготовления маски, которую будем делать завтра. Сегодняшний рецепт предполагает хорошее питание, подтягивающее воздействие. Нужно добавить желток. Затем тщательно все перемешайте. Если вы нарушите порядок приготовления этой маски, то вероятнее всего маска у вас не получится. Консистенция маски будет не та, которую я вам предлагаю сделать. И следующий ингредиент для этой маски возьмите небольшое количество глицерина. Глицерин хорошо размягчает кожу, хорошо увлажняет и та пленка, которая будет находиться на коже, если вы добавляете глицерин, будет хорошо удерживать влагу, увлажнять кожу. Нужно взять 5 капель глицерина. Глицерин продается в аптеке, стоит абсолютно недорого. И добавляя его в различные домашние маски и кремы, вы заметно улучшите состояние своей кожи. Глицерин это бесцветное, прозрачное, маслянистое, с жидкостью, слегка сладковатым вкусом, без запаха. Нужно взять 5 капель глицерина и тщательно все перемешать. Если вы правильно и последовательно добавляли все ингредиенты, то маска у вас получится очень приятной консистенции. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в качестве недельного ухода. Лучшее время для нанесения этой маски это во второй половине дня, после глубокого очищения, распаривания кожи. Эта маска подходит для нанесения в сауне или в бане. Для достижения наилучшего эффекта наносить эту маску нужно 2-3 раза в неделю. Наносите маску на хорошо очищенную, распаренную кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями также нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. Вбивайте эту маску по косточке глазницы, так чтобы она не попала на слизистую оболочку. Наносите маску по кожным массажным линиям. Обязательно соблюдайте нанесение любых ингредиентов, которые вы используете дома, по линиям наименьшего растяжения кожи. Наносить эту маску нужно в 3 слоя. После нанесения первого слоя эта маска очень быстро впитается. Поэтому сразу нанесите второй слой. С интервалом также нанесите и последующие слои. Держать эту маску нужно не более 20 минут. После истечения этого времени аккуратно размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем, если у вас нет купероза. Если на коже имеются участки кожи, поврежденные куперозом, то размягчите маску водой комнатной температурой. Затем аккуратными движениями смойте маску. В момент смывания сделайте легкий массаж лица. Ополосните кожу прохладной водой. И сразу нанесите питательный крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты! А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. До следующего видео. Завтра всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok